Хочу сказать, что уже хорошо, что написано Великой Отечественной войны полностью. Вы знаете, в последнее время очень часто идет сокращение. Вов! И все. И расшифровывай как хочешь. Не благодаря, а вопреки распространенной грустной практике. Вот так тверетяне сегодня стали относиться и к внешнему облику памятников, и к тому, что на них написано. Бурю негодования этим летом вызвал наш материал о монументе неграмотности. На плите, установленной на Мигаловском братском захоронении, мы обнаружили сразу несколько нарушений норм русского языка, пунктуационных и орфографических. В надписи в слове «захоронено» вместо буквы «о» в корне выгравировано «а», а в предложении отсутствует запятая. Кроме того, вместо «и» краткой в слове «войны» стоит буква «и». Столь грубейшие опечатки на памятнике защитникам Родины многих жителей буквально повергли в шок. Как-то это каким-то выглядит пренебрежением и, наверное, задевает людей, которые сюда приходят. И так у нас хватает безграмотности, но уж в таких местах, наверное, должно быть, ну, по крайней мере, без ошибок. Тогда не будет это выглядеть каким-то пренебрежением. Об ошибке мы рассказали еще в июне, но она до сих пор там же. Вместе с тем, как уверяют очевидцы, гранитная плита с опечатками стоит на этом месте уже порядка пяти лет. Хорошо знают об этом вопиющем случае и представители власти. Вот только отвечая на вопрос, кто виноват, разводят руками. Здесь дело в том, что когда памятник новый, его открывают, и обычно все внимание людей сразу приковано к каждой букве, каждой запятой, каждому художественному образу. А здесь мы имеем случай, что памятник установлен достаточно давно уже, и причем даже сейчас найти концы, кто его устанавливал, уже сложно. Буквально недавно информационный портал Твереград решил поинтересоваться, собирается ли кто-нибудь исправлять ошибку. Выяснилось, в администрации Пролетарского района, в ведении которой и находится памятник, о ней давно знают. Однако ответ заместителя главы Галины Прусаковой мало обнадежил. Вы знаете, сначала мы занимаемся тем, что это же тоже стоит денег, сами понимаете, это самое. Поэтому пока участвуют здесь тоже с Брымсом, у нас еще будут некоторые дни, но будем эти книги заменять однозначно. О какой баснословной сумме, которой даже нет в наличии, чиновники ведут речь непонятно. Тем временем в любой мастерской по изготовлению памятников уверяют, исправить одну букву, пусть и выгравированную, специалистам не составит труда. Цена вопроса максимум 4 тысячи рублей. Как говорится, было бы желание. Пока же у представителей власти совсем другие планы. В этом году мы выступили с инициативой придать статус городского воинского захоронения Мигаловскому захоронению. И соответственно там будет полностью реконструкция всей территории. И у нас в планах сделать там единообразные памятники, потому что там сейчас, знаете, каждый год мы подзахороним останки, найденные нашими поисковиками. И это все должно быть в едином художественном стиле, в одном ключе сделано. И поэтому сейчас кидаться, исправлять одну букву в памятнике, наверное, это не совсем целесообразно. Примечательно, что реконструкция Мигаловского воинского захоронения несколько лет назад велась и без наличия городского статуса. В общей сложности на покраску и облицовку гранитом ушло около 3,5 миллионов. Аукционы на все работы по благоустройству мемориала два года подряд выигрывает армянская компания ТСК Орди. Трудятся рабочие и сейчас, но руки до маленькой плиты неизвестным героям так и не доходят. К сожалению, это общая безграмотность и слабый контроль, естественно. Потому что любой проект, когда реализуется, его нужно принять. Прежде чем открывать табличку, открывать памятник, нужно внимательно прочитать, посмотреть. И только потом его принимать в эксплуатацию, показывать людям. А когда такое поверхностное отношение, вот такие плоды мы имеем, к сожалению. Надо ответственно относиться к своей работе и все-таки повышать общий уровень. Не только наше население, но в том числе и администрации, контролирующих органов, депутатов в том числе, возможно. Давайте расти над собой, вспоминать наш русский язык.